Доброго времени суток, дамы и господа, с вами Прио. В нашей замечательной игре в World of Warcraft 16 лет, уже даже чуточку больше. Это большой срок для игры, и в игре имеется очень и очень много контента. Кто-то занимается ареной, кто-то занимается рейтинговыми программами боя, кто-то закрывает рейды, кто-то прокачивает питомцев, кто-то прокачивает персонажей. И тот, кто, например, давно играет в каком-то своем разделе, в каком-то ответвлении игры достиг совершенства и готов, например, просто-напросто помогать людям с выполнением каких-либо отдельных этих моментов. То есть кто-то может, например, просто взять и прокачать вам персонажа. Не за просто так, конечно же. В игре очень много людей могут помочь с каким-либо контентом за игровое золото, за голдишку. Это нормально, и компания Blizzard это одобряет. Но самое главное, чтобы вы не слишком сильно рекламировали свои услуги. Но есть люди, которые занимаются этим, например, за реальную валюту. Рубли, доллары, евро. Да, хоть что абсолютно. Деньги, они и есть деньги. А если рассмотреть лицензионное соглашение, то там просто-напросто написано о том, что различные операции, которые связаны с реальной валютой, запрещены. И таким образом можно аккаунт потерять, можно аккаунта лишиться, его просто-напросто заблокируют. Окей. На текущий момент очень сильно развирусилась новость о краснодарце, который ищет себе помощницу для игры World of Warcraft за 100-150 тысяч рублей. Такая сумма бомбическая. Очень много людей, услышав ее, сразу так задумаются. А может я что-то не то делаю в жизни и все такое прочее. Но знаете, в этой игре у меня наиграно уже очень-очень много времени. Как игрового, так и вообще в общем. Я скажу то, что с целью того, чтобы получать 100 или 150 тысяч рублей в месяц, нужно, ну не то что жить в этой игре, нужно делать все в сильно ускоренном формате. И заказы, которые будут вам даваться, будут не то что сложные, но просто в некоторых моментах нереальные. Например, эта сумма могла бы быть реальна при закрытии мифических рейдов в первые недели открытия какого-либо рейда. То есть чем рейд раньше открыт, тем это интереснее, тем, скажем так, больше в этом актуальности. Но сумма все равно очень и очень большая. Эта новость очень сильно развирусилась. Некоторые люди, некоторые мои знакомые писали во Вконтакте мне о том, что Макс, вот смотри, должность интересная, замечательная. Ты же в Warcraft играешь, вот устраивайся, хорошие деньги, шестизначная сумма. Я такой глянул, думаю, ну какой-то точно есть подвох. И новость вышла вообще очень-очень сильно даже из интернета, дошла до телевидения. И на канале краснодарском, Кубань24, если я правильно понял, показали сюжет с этим человеком. Давайте рассмотрим его и пошагово я буду немножко высказывать свои комментарии касательно увиденного и услышанного. Вакансия, которая наделала много шума в соцсетях. Итак, внимание, краснодарец Дмитрий Печенов ищет помощницу для совместной игры World of Warcraft. При этом зарплата за такой труд от 100 до 150 тысяч рублей. Кроме прохождения миссии, сотрудник должен делать вкусный кофе, чай, улыбаться и знать английский. Окей, то есть о помощнике вообще даже ничего не сказано рассматривается именно помощница. Но в дальнейшем вы еще услышите почему. Окей, ну тут особо нечего сказать. Ну как бы ищет и ищет. Молодец. То есть на самом деле кто-то может подумать то, что вот, Максим, ты негатив в его сторону разливаешь. Вообще ни в коем случае. Если он хочет искать, пусть ищет ему, никто не запрещает. Правильно? Правильно. В первые дни откликнулось прям очень много кандидатов. Я буквально, у меня рук не успевало, не хватало все это смотреть. Бабушки, гувернантки, на пенсии, водители сантехники. А что? В сантехнике замечательная должность. У меня RL сантехник. Все замечательно. Все видят, что высокая оплата, все значит я подхожу. И все написывают, что в Warcraft мы конечно не играли, но мы хотим быть помощником. Ну конечно же. Чем больше поставить оплату труда, тем больше будет заинтересованных. К тому же все это происходит в игре. Некоторые люди думают о том, что игровая работа очень легкая и не требует вообще ничего. Просто жмешь 1, 2, 3 и получаешь большое количество денег. Окей, то есть люди все-таки разные бывают. По-разному понимают игровую деятельность и игровую работу. Просто вопрос один имеется. При малом количестве заказов, о которых будет сказано в дальнейшем, будет ли такая же зарплата в 100-150 тысяч, я думаю нет. Заказов на такой своеобразный труд оказалось больше, чем молодой человек мог осилить самостоятельно. И здесь понадобился помощник. Но в чем же суть геймерской работы? У каждого свои причины, свои мотивы. Кого-то не получается убить какого-то определенного босса. Кого-то просто надоело, лень. Кто-то хочет пойти с друзьями погулять, но не отстать при этом по уровню. Кто-то хочет наоборот что-то сделать быстрее других. Как-то самоутвердиться перед одноклассниками, одногруппниками. Прийти на следующий день в школу, в колледж и сказать. Вот смотри, у меня меч тысячи истин. Есть. Меч тысячи истин. Такого предмета не существует в базе данных игры. Но мы прекрасно знаем, что это просто-напросто отсылка к Южному парку. Во время просмотра его интервью я не мог не обратить внимания на большущий монитор. Он реально классный, можно сказать, прям во всю стену. И там имеется бустерский сайт. Сайт с оказанием услуг. Я посидел, посмотрел, повспоминал. Я не смог вспомнить какого-либо сайта по такому же дизайну. Что мне еще понравилось? Он реально здраво рассуждает насчет оказания услуг. То есть, Дмитрий реально понимает, чем он занимается. Меня это радует. То есть, он знает то, что зачем люди покупают эти услуги. С целью того, чтобы не отстать по прогрессу от других людей. Да, так оно и есть. То есть, в игре мы чем занимаемся? Мы одеваемся. Наращиваем свои характеристики. Их становится больше, больше и больше. И то есть, например, в тот момент, когда вы только прокачиваетесь до максимального уровня, этих характеристик мало. Потому что вещей мало. И вещи низкого качества. Чтобы получить вещи эпического качества, нужно проходить рейды. Нужно заниматься аренами, рейтинговыми полями боя. Проходить подземелья и все такое прочее. Но можно заниматься и самыми обычными услугами. Например, просто прокачивать персонажей. Даже такие услуги люди будут покупать. Заказы непостоянные. Когда-то они есть, когда-то их нет. Поэтому я указал график по звонку. Соответственно, если у меня вдруг просыпается жадность, я беру два заказа и просто не успеваю, хотелось бы позвонить, сказать, что прилетай, помогай. И тут прям нужно завал. Чтобы человек где-то недалеко жил, было бы здорово. Но приезжал бы и вместе бы сидели бы и играли. По факту, для того, чтобы выполнить какой-либо заказ игровой, не обязательно даже прилетать через всю страну, например, к какому-либо человеку и вместе сидеть играть. То есть можно просто-напросто раскидать данные от аккаунта и все, спокойно зайти и прокачивать персонажа. Но ему-то хочется компанию, чтобы человек, например, варил кофе, улыбался и все такое прочее. То, что мы, в принципе, услышали ранее. Его можно понять, потому что на текущий момент люди усядутся за свои компьютеры, сидят, играют, не видят друг друга. Ему хочется просто живого общения и все. Это хорошее желание, почему бы и нет. Я тоже бы не отказался с кем-нибудь посидеть, пообщаться, поиграть. Но это круто, это реально круто, это замечательно. В соискателя хотел бы видеть, ну, наверное, больше девушку, чем парня, чтобы было о чем поговорить уютно, вместе, комфортно, весело. На самом деле жестких ограничений нет. Это исключительно мои пожелания, чтобы это было лучше, наверное, девушка, чем парень, ну и, наверное, молодая. Эх, и тут парни, которые были готовы вступить в эту должность, немножко сгрустнули. Компания для молодого человека с молодой девушкой в целом идеальна. То есть попить кофе, пообщаться, посмеяться, повеселиться, почему бы и нет. Выбор требовательный работодатель пока не сделал. Желающие могут составить резюме. В нем необходимо кратко рассказать о любви к компьютерным играм или предоставить ссылку на профиль с достижениями. Также желающим устроиться на необычную работу следует предоставить фото. Алина Сорокина, Артур Завада, Кубань, 24, Краснодар. Хорошая новость. Требовательный работодатель до сих пор ищет человека на эту должность. Если Дмитрий нашел человека на эту высокооплачиваемую должность, то я искренне рад за него. Если нет, то, быть может, кто-то еще может попытать свое счастье. Хотя прошло уже 10 дней. То есть репортаж что-то стартанул 21 февраля. Сегодня 2 марта. Да, получается, 10 дней прошло. То есть если эта заявка, как это правильно называется, если эта должность еще активна, то, быть может, кто-то попытает свою удачу. И Дмитрий возьмет его на свою работу. И вы будете варить кофе, улыбаться, смеяться, веселиться и выполнять варкрафтские заказы. По-моему, для человека, который играет в Варкрафт, эта должность просто идеальна. Ну, сварить кофе не такая уж и тяжелая задача. Далее улыбнуться. Ну, тут уже от человека и от мимики лица зависит. Кто-то не умеет улыбаться. Я, например. Выполнить варкрафтовский заказ. Знаете, варкрафт это не такая сложная игра, чтобы что-то в ней делать. Есть сложные рейды, есть сложные боссы, но, например, если рассмотреть прокачку персонажа, все легко. Вот. А касательно профилей, там всего такого прочего, резюме. Ну, вот, пожалуйста, 30 тысяч очков достижений. Все эссенции, полученные в Battle for Azeroth. Закрытые видения, да, с пятью масками. Кромочки героя своего времени, легендарочки, все такое прочее. Ачивочка с 11-го года. В общем, все есть, все имеется, все замечательно. Всех вам благ. Счастья, здоровья, берегите ноги, мойте руки. Не забывайте о ссылочках в описании. Также в описании закину оригинал этого репортажа. До скорого!